здравствуйте уважаемые участники отборочного этапа передо мной сегодня стоит очень простая задача кратко проговорить с вами наиболее часто встречавшиеся типичные ошибки касающихся вашего ваших работ по теме уголовного права меня зовут андрей тузов я являюсь советником адвокатского бюро егоров пугинский афанасьев партнеров руковожу уголовной правой практики в санкт-петербургском офисе надо признать из тех материалов с которыми я ознакомился были достаточно интересные вопросы которые касались не только вашей общей осведомленности относительно теории уголовного права не только знания непосредственно уголовного закона практики его применения но и были достаточно интересные вопросы стоящие на грани проблем квалификации теории квалификации и это здорово я в общем-то рад что в большинстве своем проблем не возникло это говорит лишь только о том что у вас достаточно хороший уровень подготовки вас ждет интересное профессиональное будущее это здорово однако должен отметить что все таки некоторые проблемы встречались но прежде всего обратите внимание на вопрос соблюдение какого из названных условий не требуется для освобождения лица от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа по статье 76.2 уголовного кодекса мне бы хотелось отметить что в данном вопросе тестировалось не только ваше знание собственно говоря уголовного закона и понимания института судебного штрафа но и внимательность потому что наличие отрицательной частицы не заставляет мозг работать несколько иначе но вы как люди уже знакомые с тестированиями и неоднократно их проходившие конечно же не попались на это и более того я уверен что те кто выбрали третий вариант наличие согласия потерпевшего собственно говоря оказались абсолютно правы почему потому что судебном штрафе если мы посмотрим на диспозицию статьи 76.2 однозначно согласие потерпевшего не требуется это у нас с вами не особый порядок не применение с потерпевшим 76.2 предполагает необходимость в контексте потерпевшего возместить ущерб причиненный преступлением или иным способом загладить вред если например непосредственно потерпевшего допустим по делу частного публичного простите обвинения у нас не было то вред необходимо заглаживать перед обществом но с учетом практике вероятного суда конечно в контексте тех общественных нарушений как тех общественных отношений где было допущено уголовно-правовое нарушение следующий вопрос тоже такой был направлен на общую эрудицию конечно же мужчинам достигшим к моменту вступления приговора в законную силу 65 летнего возраста пожизненное лишение свободы назначить нельзя только обратите внимание к моменту вступления приговора соответственно к моменту совершения преступления аналогично здесь иных собственно говоря вариантов быть не может если человек совершает преступление ему еще нет 65 лет после этого его дело расследуется рассматривается судом и законную силу вступает приговор ему все еще пока нет 60 или исполнилось то пожизненное лишение свободы конечно же может быть назначено женщинам имеют женщина имеющих ребенка возрасте до трех лет несовершеннолетним мы пожизненное лишение свободы назначить не можем да вы правильно подметили я вначале оговорился считаете это тоже тестом на вашу внимательность что из нижеперечисленного не является условием правомерности необходимой обороны относящимся к посягательству институт необходимой обороны в нашем законе это достаточно серьезный инструмент и конечно он очень противоречивый как на практике так и в теории но между тем есть четко сформулированная норма закона и есть практика ее применение и конечно же правильным ответом на данный конкретный вопрос не будет являться условием правомерности необходимой обороны внезапность возникновения неожиданность посягательства почему потому что неважно обороняетесь ли вы от известного вам о времени и дате преступного посягательства на вас либо это внезапное обнаружившиеся обстоятельства посягательства все равно мы можем находиться в состоянии самообороны и необходимой обороны поэтому здесь конечно третий вариант был правильно какому виду относятся диспозиции части 1 статьи 179 уголовного кодекса российской федерации и была собственно говоря проведена эта самая норма здесь достаточно было очень внимательно прочитать данный текст для того чтобы понять а все-таки какому виду нормы относится данная статья и как вы можете увидеть конечно же здесь есть очень осторожная оговорка в самом конце при отсутствии признаков вымогательства что это значит а это фактически означает что в жизни мы сначала должны с вами установить обстоятельства совершение преступления исключить квалифицирующие признаки предусмотренные статьей 163 уголовного кодекса вымогательства и только после этого обратиться уже к квалифицирующим признакам статьи 179 принуждение к совершению сделки сделки или к отказу ее совершения а потому поскольку квалифицирующие признаки в данной норме содержится в иной норме уголовного закона данная норма является конечно же отсылочным и это был правильный ответ и к сожалению и к счастью иных вариантов здесь в общем то нет и обратите внимание отсылочных норм даже в нашем уголовном законе достаточно много и это не только 179 178 264 многие другие которые заставляют нас смотреть и искать квалифицирующие признаки не только внутри уголовного закона но и других федеральных законов с какой формой вины может быть совершено преступление предусмотрено частью первой статьи 267 уголовного кодекса разрушение повреждения или приведение иным способом негодное для эксплуатации состояния транспортного средства путей сообщения средств сигнализации или связи либо другого транспортного оборудования а равно умышленное блокирование транспортных коммуникаций и объектов далее по тексту и и и и и и и и Продолжим. Неприятные сюрпризы от Zoom, но, надеюсь, сейчас все в порядке. Нашему администратору сессии я прошу сообщить, если что-то не так, чтобы мы могли продолжить. Таким образом, данный состав преступления является формальным. И любое формальное преступление может быть совершено только с одним видом вины. Это, конечно, умысел. Конечно, данное преступление является только умышленным и никак иначе. Поэтому правильным вариантом ответа в данном случае является первый и ни в коем случае не все последующие. Конечно, это невозможно, поскольку что неосторожности, комысин и так далее предполагает некоторая взаимосвязь в волевом компоненте с наступившими последствиями. Как минимум, желание их наступить. К какому виду относится состав вымогательства статья 163 по конструкции объективной стороны? Ну, собственно говоря, у нас с вами известно не так много вариантов конструкции объективной стороны. Предложены были варианты материальный, усеченный, состав поставления в опасность, формальный, формально материальный. Отсечем совершенно креативные варианты, которые, собственно говоря, были подготовлены авторами данного теста для того, чтобы поставить вас в неловкий тупик. И обратимся к пункту 7 постановления Пленума Верховного Суда номер 56 от 17 декабря 2015 года и прианализируем, собственно говоря, о что. Верховный суд в указанном постановлении Пленума говорит нам, что вымогательство закончено тогда, когда фактически предъявлено требование, озвучено требование, иным способом доведено до потерпевшего. Таким образом, само по себе предъявление требования для окончания 163 не предполагает наступления последствий в виде исполнения этого требования и так далее. А потому, конечно, данный состав формальный или никакой иной. И, к счастью или к сожалению, ну иных интерпретаций здесь не может быть. И надо отдать должное, многие из вас с этим заданием справились замечательно. Продолжаем. Иванова, узнав о том, что забеременела, и срок беременности не позволяет совершить аборт, решила убить новорожденного ребенка сразу после родов. После того, как прошло 6 часов с момента рождения ее ребенка, Иванова убила его, скинув с крыши 6 этажа. Авторы предлагают квалифицировать действия Ивановой. Из предложенных вариантов простое убийство, убийство малолетнего, либо убийство новорожденного. И при условии, если Иванова в момент находилась в условии психотравмирующей ситуации, мы должны с вами очень четко понимать. Между моментом рождения и моментом, когда мы можем применять 106-ю, есть один простой критерий. И он обоснован судебно-медицинскими знаниями, сформированным за много лет. 24 часа – это тот самый период времени, когда мы совершенно без дополнительных условий вправе и должны применять квалификацию по статисту 6-й, независимо от того, собственно говоря, с каким умыслом совершается данное деяние и когда этот умысел возник. Данный период времени, условно-медицинскими причинами, конечно же, прежде всего, все-таки охватывается данным специальным составом. Верховный суд об этом неоднократно высказывался. И данная практика устоявшаяся, стабильная и, самое главное, имеет под собой научную базу. Поэтому правильный ответ был в этом вопросе. Это, конечно же, номер 3. Следующий вопрос был достаточно непростой. А именно, как следует квалифицировать действия лица мужского пола, достигшего 18 лет, ступившего в полную связь с лицом женского пола, недостигшего 12 лет по взаимному согласию. Но, по большому счету, у нас с вами есть примечание к статье 131, которое, в общем-то, предрешает данную ситуацию и позволяет решить ее фактически в одно действие. Если у нас с вами лицо мужского пола старше 18 лет, перед ним лицо женского пола, недостигшим 12 лет, здесь однозначно квалификация по пункту Б, части 4 ст. 131 Уголовного кодекса Российской Федерации. То есть по третьему варианту, который был предложен вам в ответ. Почему же я сказал, что данная задачка непростая, хотя, как вы видите, она решается достаточно просто. Да потому, что я сам помню время, когда учился в университете и осваивал уголовное право. Я помню, как в 131, 132 и прочих статьях очень много зависело от конструкции возраст лица, совершившего преступление и возраст потерпевшей. И как менялись квалификации при одних и тех же обстоятельствах. А если вы еще вспомните, там будут вопросы, связанные с тем, осознавал ли возраст, выглядело ли потерпевшая на свой возраст или не выглядело. И в общем-то здесь действительно в условиях стресса, ограниченного времени на решение задач можно перепутать. Но надо отдать должное, если все-таки вы разобрались с соответствующим постановлением пленума, освоили данную часть учебную литературу, никаких проблем, конечно же, вопрос не составит. Собственно говоря, практика подсказывает, что многие из вас большие молодцы. Еще одна задача, и она оказалась весьма неоднозначной. Почему? Потому что братья и сестра Николаев и Николаева, имея тесные связи с детства и доверия друг другу, договорились на постоянной основе сбывать наркотические средства. Для этого был разработан преступный план и подысканы рынки сбыта. Сбыт наркотических средств осуществляют в течение пяти лет, после чего были задержаны. Собственно говоря, о какой форме преступного объединения в данном случае идет речь? Давайте разбираться. С одной стороны, мы видим, что Николаевы, А и С, в данном случае, имеют родственные, фактически родственные связи, судя по их фамилии, они, наверное, брат и сестра. Более того, в силу того, что они вместе росли, и у них были очень тесные личные отношения, понятное дело, развилось и доверие друг другу. Это личная связь. Но обратите внимание, в перспективе, впоследствии, они договорились на постоянной основе сбывать наркотики. Разработали план, подыскали рынки сбыта. Я полагаю, они подыскали еще, наверное, и способы сбыта. И самый главный признак, который здесь тоже бросается в глаза, это то, что они осуществляли свою деятельность в течение пяти лет и только потом были задержаны. Давайте посмотрим. Часть 3, 35. Преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. То есть устойчивость в данном случае возникла. Она возникла уже изначально не в связи с их преступной деятельностью, а в связи с их родственными отношениями. И в данном случае, конечно, мы можем рассуждать о том, что группа лиц по предварительному сговору правильно. Но с другой стороны, понятная история, что их родственные отношения трансформировались и в преступные связи, которые выходили за рамки личных семейных отношений. Они пять лет сбывали запрещенные вещества. И в этом смысле, конечно, признак устойчивости позволяет считать брату и сестру именно организованной группой. Это дискуссионный вариант. И в данном случае мы засчитывали в качестве правильного ответа либо второй, либо третий. Другого варианта здесь не было, поскольку форма тестовых заданий не предполагает приведения неких обоснований, собственно говоря, о том, что у вас лежит в основании вашего ответа. Хотя надо подумать, может быть, имеет смысл задавать открытые вопросы. По большому счету, на данный момент времени, это основные проблемы, с которыми столкнулись участники в части уголовного права. Это наиболее типичные ситуации, которые возникали. И, собственно говоря, на мой взгляд, на данные вопросы, на данные нюансы стоит обратить внимание, в том числе не только для того, чтобы стать победителями данного мероприятия. Ну и, в принципе, лучше разобраться в уголовном праве. Потому что уголовное право – это, конечно, такая история, которая очень жизненная, всегда на острие эмоций и всегда на острие защиты наиболее важных общественных отношений, которые гарантируют стабильность развития общества, государства. Спасибо за внимание. А сейчас я бы хотел уточнить, есть ли у нас вопросы. Андрей Геннадьевич, спасибо за эфир. Нет, вопросов не возникло. Ну а если вопросов не возникло, тогда давайте пожелаем другу хорошего дня и дальнейших успехов как в учебе, в работе, так и в этом мероприятии в Олимпиаде. Спасибо. До свидания. Присоединяюсь к пожеланиям. Спасибо большое. Всего доброго. Спасибо. 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 Спасибо.